С чего начинается работа судебных приставов? С изучения поступившего исполнительного производства. Судебные приставы рассматривают дело, а уже потом решают о возбуждении его. О возможном аресте неплательщика уведомляют заказным письмом. В течение пяти дней с момента его получения деньги можно заплатить добровольно. Если долг так и не погашен, ведомство узнает обо всех счетах в банках и имеет право списать средства. Если же таковых не имеется, должник может смело ждать гостей. На такие мероприятия приставы исполнителя ходят не одни. Только в компании крепких коллег из отдела по обеспечению безопасности деятельности судов, сокращенно УПДС. Иногда уж больно контингент непредсказуемый попадается. Так или иначе, а приставы своего все равно добьются. Пример тому подтверждение. В конце октября гражданин управлял транспортным средством в состоянии алкогольного объединения. Он был подвергнут наказанию в виде штрафа размером 30 тысяч рублей. Сегодня у нас установлено имущество, принадлежащее должнику. А это транспортное средство УАЗ-21150. У нас проходят исполнительские действия. То есть наложение ареста на имущество без права пользования до полного погашения задолженности. Составляется акт описи ареста, формализованная карта, фотоотчет для дальнейшей оценки, привлечения специалиста-оценщика и передачи на принудительную реализацию, чтобы взыскать задолженность в полном объеме и исполнительский сбор соответственно. С момента наложения ареста у должника есть 10 дней на погашение задолженности, которое, напомню, составляет 30 тысяч рублей. Если в этот период долг не будет погашен, то данное транспортное средство будет передано в город Уфа на принудительную реализацию, по-другому говоря, публичные торги. По улице Карла Маркса уже ждет следующий клиент и вновь арест транспортного средства. Собственник данного автомобиля должен банку 180 тысяч рублей. Вдобавок, его автомобиль заложен в банк. Не только хозяину было жалко расставаться с транспортным средством, но и автомобиль жалостно сигналил на прощание хозяину. В день пристав-исполнитель может посетить до 10 адресов. Ведь должников много, а работников Федеральной службы судебных приставов на всех не хватит. Поэтому в этот же день приставы нагрянули к еще одному неплатильщику. На этот раз арестованное опечатано помещение, использовавшееся в качестве автомойки. Долг составляет порядка трех миллионов рублей. Арендодатель нам сегодня дал письменное объяснение, что претензий по факту наложения ареста и дальнейшей передачи имущества арендуемого претензий не имеет. В 10-дневный срок, вот сегодня мы составили акт описи ареста, 10 дней установленный законодательственный срок для обжалования нашего постановления о наложении ареста. По истечении мы вынесем оценку, где судом уже прописана сумма в исполнительном документе. Вынесем оценку, направим к странам исполнительного производства и далее будем имущество передавать на торги. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть, особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно обдумать такой шаг. Помимо служебной деятельности, приставы активно живут общественной жизнью. Здравствуйте, котятки! Здравствуйте, котятки! Так в преддверии праздника День ребенка сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в гости к школьникам. Этот визит, он не единичный, это уже встало в традицию приходить в класс юных приставов, общаться. А тем более сегодня эта встреча была приурочена всемирному дню ребенка. Ну, действительно, встреча проходит очень в дружеской, теплой обстановке. У детей очень много вопросов. Желание узнать про эту службу побольше. На встрече дети задавали гостям свои интересующие вопросы. Что вам больше всего запомнилось из школьной жизни? А ваши дети пошли по вашим стопам? Что нужно, чтобы поступить в МВД? Какой у вас самый любимый предмет в школе? На который приставы отвечали охотно, не скрывая свое прошлое. Трудные вам подробно не станет. Ну, наверное, в этой жизни ничего легко не приходит. А конкретно в армии, конечно, без трудностей. Трудности и тяги. Подобные встречи – это передача опыта младшему поколению. По словам старшего судебного пристава Ильи Рыбакова, в городе подрастает достойная замена. Потенциал очень большой. Дети очень хороший. Интерес у них к нашей службе, к службе МВД, к службе в вооруженных силах. Есть желание. То есть поколение правильное. Со школьной скамьи начинают готовить будущих судебных приставов, которые в дальнейшем будут наводить порядок в нашем городе. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин. Телекомпания «Арис». Спасибо. Спасибо.